Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги Левит из пятикнижия Моисеева. И сегодня мы будем читать 16 главу этой книги. И мы читаем первые два стиха. И говорил Господь Моисею по смерти двух сынов Аароновых, когда они, приступив с чуждым огнем, пред лицо Господня умерли. И сказал Господь Моисею, скажи Аарону и брату твоему, чтобы он не во всякое время входил в освятилище за завесу пред крышку очистилища, что на ковчеге откровения, дабы ему не умереть, ибо над крышкой я буду являться в облаке. Действительно, войти во святая святых, человек должен готовить себя к этому. И как мы к святым дарам, телу и крови Иисуса Христа приступаем со страхом Божиим и верою, точно так же и в те времена люди испытывали страх и только с верой могли приступать к тем или иным святыням. Давайте посмотрим, что пишет Феодорит Кирский. Это вопрос 22. Когда архиерей входил во святая святых? И объясняет. В день очищения, который по Божию повелению был десятый день седьмого месяца, ибо сказано «Рече Господь к Моисею, глаголи Аарону, брату твоему, да не входит во вся часы, во святое внутрь завесы пред лице очистилища, ежи есть над кивотом сведения, и да не умрет во облаце Бо, являюсь над очистилищем». Феодорит Кирский поясняет. «Из сего явствует, что в очистилище владыка Бог являл присутствие свое и, открывая благодать свою, бывал там видим не во мраке, не в дыме, не в огне, как на Синае, но в святозарном облаке». То есть облако – это был знак приближения Бога, это обычно днем облако, а ночью над святой и святых был огненный столб. И священники должны были очень аккуратно готовиться к тому, чтобы, входя во святой и святых, им не допустить какую-нибудь ошибку. И мы уже читали о том, как два сына Аарона погибли. Казалось бы, они ничего особенно и не совершили, но, как я вам часто объясняю, братья и сестры, со своих избранных, особенно со священников, Господь спрашивает значительно строже, чем с обычных людей. Далее, с 3 по 5 стих – описание одежд священника, но мы уже проходили это описание в других главах. И теперь мы прочитаем 6, 7 и 8 стих. «И принесет Аарон Тельца в жертву за грех за себя и очистит себя и дом свой». То есть священники сначала должны были очищаться сами, чтобы потом стать орудием Божиим для очищения других людей. «И возьмет двух козлов и поставит их пред лицом Господним у входа с киньи собрания, и бросит Аарон об обоих козлах жребий, один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения, и приведет Аарон козла, на которого вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех». И мы читаем объяснение Тартулиана. Это его трактат против Маркиона. Маркион был еретик, который отрицал святость Ветхого Завета. Он признавал только Новый Завет и только в своем истолковании. Но Церковь осудила ересь маркионитов, которая бросала вызов значительно большей части Писания, то есть Ветхому Завету. И в чине анафемы для тех, которые не верят в святость Ветхого Завета, произносится вечное проклятие для таких людей, так же, как и для тех, которые не верят в святость Нового Завета. Ибо Дух Святой говорил и через пророки, и через апостолы, и через евангелисты. И вот Тартулиан пишет, «Если дать объяснение двум козлам, которые приносились в жертву, в пост, то разве и они не обозначают два пришествия Христа? Они равны и одинаковы, потому что вид Господа тот же, ибо он придет в том же образе, чтобы быть узнанным теми, кто нанес ему раны. Один из козлов, обогренный алой кровью, проклятый и оплеванный, бившийся в судорогах и пронзенный, выбрасывался народом за пределы града на погибель, неся на себе явные знаки страстей Господней. А другой, приносимый за грех и отданный в пищу священникам храма, явно знаменовал второе пришествие, когда по искуплению всех грехов священники духовного храма, то есть церкви, будут наслаждаться благодатью Господней, словно мясной трапезой, в то время как остальные будут алкать спасение. Итак, Тартулиан принимает по отношению к этому отрывку метод аллегорического истолкования. И в двух жертвенных животных он видит указание на первое пришествие Христа и указание на его второе пришествие. И Тартулиан говорит, что тот козел, который приносится в жертву, кровь которого проливается, это указание на первое пришествие. А тот, который как бы отпускается и потом становится пищей для священников, это указание на второе пришествие. Как уже в этой жизни мы вкушаем тело и кровь Иисуса Христа, его кровь истинное питье для верных, а его плоть истинная пища для верных, как сказано в Новом Завете. А в будущей вечной жизни по второму пришествию Христа мы как бы вечно будем возлежать на брачном пире Христа-жениха, когда церковь переживает, как невеста, радостную встречу с ним. Теперь мы перечитаем 9 стих. Здесь сказано и приведет. Аарон козла, на которого вышел жребий для Господа и принесет его в жертву за грех. И у Тартулиана, уже, правда, в другом трактате, который называется «Против иудеев», мы находим объяснение, которое созвучно тому, которое мы уже прочитали, но из трактата «Против Маркиона». Здесь Тартулиан пишет. «Принесенный от архиерея в очистительную жертву всесожжения за грехи напоминает мне тот торжественный день, когда иереи духовного храма, то есть церкви, будучи очищены от всякой скверны, будут наслаждаться превосходнейшими дарами благодати, между тем, как другие взалчут спасение и будут от него далеки». Как мы видим, что тематически этот трактат «Против иудеев» в этом отрывке перекликается с то, что мы прочитали у Тартулиана в трактате «Против Маркиона». И главная здесь мысль, что радость общения со Христом в церкви в будущем Царстве Христа, в вечной жизни, это будет вечное торжество и вечное ликование, приобретенное страстями Господа нашего Иисуса Христа. И далее мы читаем 10 стих. «А козла, на которого вышел жребий для отпущения, поставит живого пред Господом, чтобы совершить над ним очищение и отослать его в пустыню для отпущения, и чтобы он понес на себе их беззаконие в землю непроходимую». Здесь, возможно, косвенное указание на сошествие Христа в ад, ибо действительно пространство ада это некое непроходимое пространство. Помните, как Авраам говорил богачу, между нами и вами заключена великая пропасть, бездна, если бы кто-то от вас захотел к нам прийти или от нас к вам не сможет. Но то, что невозможно для человеков, для Бога возможно, и Христос все это, конечно, преодолевает. Давайте посмотрим объяснение Ефрема Сирина. «Козел, приносимый Богу, приносится как Творцу и Спасителю, вывезшему евреев из Египта, поэтому заколается он для очищения святилища и всего, что в нем, не от грехов, потому что святилища и сосуды его не причастны к греху, но от скверн израилетян, которые часто с ведением или по неведению входят в святилище, не очистившись от всего того, от чего закон повелевает им быть чистыми». То есть люди могли не ведать чего-то или ведать, то есть вольное сквернение храма или невольное, все равно приносится необходимая жертва очищения, чтобы очистить пространство храма, не от того, что там находится внутри, на чем настаивает Ефрем Сирин, а от того, что мы можем привнести в храм. Поэтому очень важно сделать такой вывод из этого обстоятельства. Когда человек из мира приходит в церковь, он весь свой прежний опыт должен оставлять где-то за спиной. Некоторые люди из числа неофитов, которые недавно пришли в церковь, они привносят в нее комсомольский энтузиазм, партийную агрессивность, то есть то, что связано с их прошлой жизнью. Вот этого нельзя делать. Или, я знаю одного человека, он вообще занимался такой работой по сыску, по обнаружению компроматов на политических оппонентов. А потом, придя в церковь, он начал все это реализовывать, но уже в другом пространстве. Сначала по отношению к еретикам, а потом по отношению уже и к православным, придираясь буквально к каждому слову, взгляду, что ему показалось странным. Поэтому вот это все мы должны оставлять, то, что связано с нашей прежней греховной жизнью, или мы это должны трансформировать. Это допускается. Как в молитвенном правиле сказано, как прежде служили сатане и льстиуму, наипаче послужим тебе Господи. Трансформировать отрицательный опыт во что-то положительное можно тогда, когда мы своей динамике прежней греховной жизни придаем совсем другую направленность, противоположную греху. И это очень важно. Тертулиан также пишет в этом же трактате против иудеев «Один из двух козлов, проклятый, изгнанный в пустыню и взявший на себя беззаконие их в землю непроходимую, носит на себе явные знаки страстей Иисуса Христа, который был поруган, осыпан проклятиями и распят вне города, как бы в пустыне». Сомнения более нет. Первое пришествие Христова должно было исполниться среди уничижений и оскорблений. Фигуры, обозначающие его, для многих покрыты тьмою. Второе пришествие, напротив того, озарено светом и сообразно с достоинством Божьим. Поэтому-то иудеям стоило только поднять глаза, чтобы удостовериться в этом втором явлении по блеску и сиянию его между тем, как зависы и немощи, несвойственные Богу, при первом явлении, могли помрачать их взоры. И они даже и теперь утверждают, что Христос их еще не пришел, потому что не видели его во всей славе, а того не хотят знать, что прежде должен он явиться в уничижении и посрамлении. Здесь Тартулянка касается очень важного вопроса, а почему народ Божий, потомки Авраама, Исаака и Якова, евреи не приняли Христа. Потому что они не могли различать, что в своем первом пришествии он пришел в уничижение. Хотя в самом классическом иудаизме есть такое понятие, как Мещиах бен Иосеф, то есть Мессия, который в своем пришествии страдает подобно Иосифу прекрасному, которого братья продали за сребреники, когда он пришел к ним, свои его не приняли, и который Иосиф и Иосиф и был прообразом Христа в его первом пришествии. А в формате второго пришествия древние иудеи, которые были значительно ближе к христианству, чем теперешние, они понимали Мещиах бен Давид, что в этом пришествии он придет в формате Давида, воина, политика, пророка, который будет вершить свои суды. Но эта концепция указывает уже на его славное второе пришествие, когда он действительно приходит как воин, убивает Антихриста дыханием уст своих, устанавливает теократический порядок, як он на небеси и на земли, и совершает свои суды. И далее 11 стих «И приведет Аарон Тельца в жертву за грех за себя, и очистит себя и дом свой, и закорит Тельца в жертву за грех за себя». Феодорит Кирский пишет, «Таким образом, закон, повелев совершать сие, научает, как надлежит архиерею входить во святая святых. И да возьмет кадильник полн углия огненно от алтаря и же пред Господом и наполнит руцы фимиама сложения чисто». То есть с пустыми руками архиерей не может входить во святая святых, «Как и мы не можем приступать к святыне святого причастия, не принеся плоды покаяния». Должны быть плоды покаяния те самые, о которых говорил Иоанн Креститель. «Покайтесь и принесите плоды покаяния». И Феодорит Кирский продолжает, «Из сего яствует, что алтарь кадильный был вне завесы, ибо если бы он был внутри, то повелевалось бы взять уголья в кадильник и внутри завесы вложить в него фимиам. Всему же научил нас и блаженный Лука, повествуя о Захарии, отце Иоанна Крестителя, ибо и он в сие время входил во святая святых и сподобился ангельского лицезрения». То есть фимиам брался из вне святая святых. Он уже вносился туда в состояние воскурения этого фимиама. Как и мы, готовясь войти в храм, уже должны источать Христово благоухание в наших действиях, поступках, чтобы оказаться достойными войти в храм. И тем более, если кто-то заходит по послушанию в алтарь. И далее мы читаем с 12 по 14 стих. «И возьмет горящих угольев, полную кадильницу, жертвенника, который пред лицом Господнем, и благовонного мелко истолченного курения, полной горсти, и внесет за завесу». То есть войдет во святая святых уже с этим курением. «И положит курение на огонь пред лицом Господнем, и облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть». То есть когда кождение совершается ладаном, это предохраняет человека от возможной смерти. И достаточно вспомнить, что когда эпидемия началась среди еврейского народа, мор начался, то Арон выбежал, и с кадильницы он встал между ангелом гнева Божия и народом, и стал кадить. И это спасло народ. И далее 14 стих. «И возьмет крови тельца, и покропит перстом своим на крышку спереди, и пред крышкой семь раз покропит кровью сперста своего». Окропление указывает на кровь. Значит, мы приступаем к святому причастию, опять же, заслугами этой крови, потому что мы ранее уже приступали к этой святыне. Как и в этом случае, войти во святая святых мог тот, который уже приносил какие-то жертвы, участвовал в этих служениях, и теперь он брал кровь, и вместе с воскурением ладана он еще и кропил. Феодорит Кирский пишет, «Повелел же Бог семижды, то есть семь раз воскропить перстом на очистилище от крови тельца и козла, поелика в семи днях вращается жизнь, и каждый, так сказать, день погрешаем, в большом или малом, то равночисленное дням кропление крови приносилось за совершаемые в них прегрешения». То есть то, что семь раз совершалось кропление, мы можем представить, как древний священник Левит, он это делал за понедельник, за вторник, за среду, за четверг, за пятницу, за субботу. Таким образом, это обстоятельство научает нас действительно каждый день оканчивать с неким раскаянным чувством. Вот если кто-то молится по каноннику, то там в конце вечерних молитв сказано, «По мысли, если что дурное сотворил в этот день, припиши себе, а если что хорошее сотворил в этот день, припиши Богу». Почему так? Потому что наш Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И далее мы читаем 15 и 16 стих. «И заколит козла в жертву за грех, за народ». То есть после того, как за себя священник приносит жертву, он потом приносит и за народ. То есть для того, чтобы стать орудием божественного очищения, надо самому очиститься. «И заколит козла в жертву за грех, за народ, и внесет кровь его за завесу, и сделает с кровью его то же, что делал с кровью тельца, и покропит ею на крышку перед крышкою, и очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их, во всех грехах их. Так должен поступить он и со скиней собрания, находящейся у них среди нечистот их». То есть нечистоты, они проистекают от греховного образа жизни, иногда от нечистоплотного отношения к каким-то нравственным, моральным вопросам, когда человек не бледет чистоту так, как это надо делать. И даже физическая нечистота, она может быть отображением именно внутренней нечистоты. Потому что если человек за собою не следит, хотя он идет в храм, он должен прилично одеться, или даже дома человек становится на молитву, ну не в трусах же он должен становиться на молитву, пусть оденется соответствующим образом и читает ее. В противном случае это будет как-то не очень благочестиво. И давайте посмотрим то, что пишет Феодорит Кирский. «Моисей же сказует, что очищает сие не их только, но и скинию, ибо говорит, и очистит святое от нечистот сынов Израилевых». То есть не сама скиния, а очищается. А вот то, что мы привносим в нее, когда люди в церковь, в жизнь приходов привносят политику какую-то, какие-то там экстремистские рассуждения, резкость мирской жизни, это недопустимо. «И очистит святое от нечистот сынов Израилевых, и от неправд их, о всех грестях их, и так и сотворит скинии сведения сотворений в них посреди нечистоты их». Феодорит Кирский пишет, «Повелел же никому не быть в скинии, когда архиереем совершается сие священнослужение, то есть священнослужение очищения». Таким образом архиерей приготовлял это помещение к действиям, которые направлены на очищение уже всего народа. И далее мы читаем 17 стих и ниже. «Ни один человек не должен быть в скинии собрания, когда входит он для очищения святилища до самого выхода его. И так очистит он себя, дом свой и все общество Израилева». Оказывается, священник должен очищать не только себя и верующих, но и свой дом, как сказано у апостола Павла, «Кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот хуже неверного отрекся от веры». И в апостольских посланиях есть некие претензии, какими должны быть родственники деканов, пресвитеров, епископов, потому что они тоже должны соответствовать некому нравственному уровню. И далее. «И выйдет он к жертвеннику, который пред лицом Господнем, и очистит его от того, что сам и привнес туда, и возложит на роги жертвенника со всех сторон, и покрапит на него кровью с перста своего семь раз, и очистит его, и осветит его от нечистот сынов Израилевых». То есть сам жертвенник не является источником какой-то нечистоты, а это то, что люди привносят в эту святыню, в этот шатер собрания. И мы должны, конечно, всегда опасаться, когда что-то такое через нас происходит. И далее. «И совершив очищение святилища, скини собрание и жертвенника, и очистив священников, приведет он живого козла, и возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и исповедует над ним все беззаконие сынов Израилевых, и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла, и отошлет с нарочным человеком в пустыню, и понесет козел на себе все беззаконие их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню». Ну, земля непроходимая, мы уже говорили о том, что это косвенно указывает на сошествие Христоват. «И войдет Аарон в скинию собрание и снимет льняные одежды, которые надевал, входя во святилище». Давайте вспомним, почему именно льняные одежды, потому что это простая ткань без каких-либо примесей. То есть ничего своего мы не должны вносить в те или иные действия, которые связаны с храмом и с исполнением послушаний, которые нам даются. «И снимет льняные одежды, которые надевал, входя во святилище, и оставит их там, и омоет тело свое водою на святом месте, и наденет одежду свои, и выйдет, и совершит всесожжение за себя, и всесожжение за народ, и очистит себя дом свой, и народ, и священников, а тук жертвы за грех воскурит на жертвенники». То есть действия совершаются с целью всецелого освящения всего народа, как мы во время служб наших молимся, и о патриархе молимся, о правящих архиереях молимся, о народе, о монашествующих, мы молимся о мирянах, мы молимся о властях, потому что если что-то мы не будем вымаливать у Бога, вот это что-то может оказаться источником нечистоты. Поэтому, когда мы говорим о необходимости воцерковления нашего народа, надо понять, что это относится и ко всем уровням власти, и ко всем общественным структурам, насколько возможно мы должны сообщать людям духовные знания, которые сами по себе уже обладают некой очистительной функцией, указывая на спасительные таинства. «Отук жертвы за грех воскурит на жертвеннике, и тот, кто отводил козла для отпущения, он так и называется, козел отпущения, должен вымыть одежды свои, омыть тело свое водою, и потом может войти в стан. А тельца за грех и козла за грех, которых кровь внесена была для очищения святилища, пусть вынесут вон из стана и сожгут на огне кожи их, и мясо их, и нечистоту их». Нечистота – это помет имеется в виду. «Кто сожжет их, тот должен вымыть одежды свои и омыть тело свое водою, и после того может войти в стан». То есть мы буквально должны все вычистить, чтобы ничего нечистого не осталось. И вот сожжение кожи в данном случае, мы уже сталкивались с этим образом, указывает на то, что свою бесчувственность, если хотите, толстокожесть свою, надо попалить огнем любви Божией, чтобы быть открытыми к людям в их нуждах, в их проблемах, и чтобы перед Богом пламенеть усердной молитвою, а не только произносить слова этих молитв. И далее мы читаем 29 стих, на который у нас есть несколько комментариев. «И да будет сие для вас вечным постановлением в седьмой месяц, в десятый день месяца, смиряйте души ваши и никакого дела не делайте ни туземец, ни пришелец, поселившийся между вами». И вот давайте посмотрим, что пишет Цезарий Арский, древнехристианский экзегет. «Мы веруем, что об этих днях Господь сказал через пророка, «В дни ваших торжеств смиряйте души ваши». Почему он так сказал? Потому что посты, бдения и священные скорби смягчают и побуждают нас смирять свою плоть, смягчая побуждение плоти. А также очищают оскверненное сердце, отнимают силу у телесных членов, но сознанию придают высшую красоту. Ведь ущемлением плоти искупаются преступления вожделений. Благодаря длительным упражнениям в скорбях наказуются наслаждения и удовольствия плоти, и таким умершвлением в настоящее время упражняется приговор будущей смерти. Упреждается приговор будущей смерти. То есть мы понимаем, что если в храм нельзя войти в нечистом состоянии, тем более во святая святых, в алтарь, но и о Царстве Божьем сказано, что в Царстве Божьем ничто нечистое не войдет. Поэтому всеми действиями, которые связаны с нашим очищением, когда мы исповедуемся, причаемся, соборуемся, мы как бы предупреждаем, на чем настаивает Цезарий Арский, приговор будущей смерти. А что за приговор будущей смерти? Это когда проклятые услышат «Идите, проклятые, в огонь вечный, уготованы дьяволу и ангелам его». Это смерть вторая, как сказано в Апокалипсисе. Те, которые вкусят ее, они уже не смогут вернуться к Богу. Теперь посмотрим объяснение Оригена. После этого в седьмой месяц приводятся указания на празднества, торжественные праздники. Первый день месяца знаменуется трубами, как сказано в псалме, «трубите в новомесяче трубою». А в десятый день седьмого месяца торжество умилостивления. Только в этот день первосвященник облекается во все первосвященческие одежды, тогда он облекается в ясность и истину, тогда он вступает в те неприступные покои, то есть святаго святых, куда можно вступать лишь один раз в году, то есть во святая святых. Ибо единожды в году первосвященник, оставляя народ, вступает вместо умилостивления над ним херувимы, где есть и ковчег заветы и жертвенник кадильный. Имеется в виду Иом-Кипур или судный день, так у евреев называлось это праздничное собрание, когда люди каялись за все, что они совершили в течение прошедшего года. И считалось, что в эти дни близкие к Иом-Кипуру на небесах выносится приговор, кто умрет в этом году, кто заболеет, а потом поправится, а кто уже страдающий, так и не поправится, отойдет от этого мира. Поэтому люди старались в этот день приносить более усердные молитвы создателю, жертвы приносить, для того, чтобы как бы решение по поводу них, оно было бы пересмотрено, потому что древние считали, что Господь как бы заседает в судебной палате с ангелами, как при сотворении человека. Господь говорит, сотворим человека по образу нашему, конечно, обращаясь не к ангелам, а к совету лиц Святой Троицы. И далее мы читаем с 30 по 32 стих, «Ибо все день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом Господнем». Собственно говоря, христианские посты, они имеют целью покаяния, то есть такое всецелое наше очищение. А не то, как некоторые думают, что суть поста только воздержание от определенных видов пищи. В этом случае посты были бы диетой, но это не так. Это время покаяния, чтобы наша душа раскрылась. Поэтому каждый пост это как бы весна для души, когда солнце светит все ярче и ярче, наше солнце — это Христос, и почки набухают и раскрываются, когда наши сердца раскрываются перед Богом, когда мы душу свою обнажаем перед Ним в таинстве исповеди, соборования, приступая со страхом Божиим, и верою к святым дарам. И далее мы читаем 31 стих. «Это суббота покоя для вас, смиряйте души ваши, это постановление вечное. Очищать же должен священник, который помазан и который посвящен, чтобы священнодействовать ему вместо отца своего, и наденет он льняную одежду, льняные одежды, одежды священной». Здесь мы видим, что речь идет о субботе как об успокоении. Суббота, суббота — это не седмичная суббота, это именно время покаяния, очищения, когда, избавившись от грехов, мы обретаем спокойствие в наших душах. Но здесь вот подчеркивается, что очищение наше должен совершать законный священник, который помазан и который посвящен. И на самом деле среди многих и многих христианских сообществ совсем немного таких, которые могут назвать всех епископов, начиная от теперь существующих до апостольских времен. То есть подтвердить свое апостольское происхождение. Потому что секции возникают во времени. Мы знаем, что мормоны появились в начале XIX века. Также в начале XIX века возникло движение мелиоритов, из которого потом выделилось движение Двитистов седьмого дня. Свидетели Иегова, конец XIX, начало XX, Пятидесятники, начало XX века, харизматики, 60-е годы XX века. А истинное священство в церкви существует непрерывно от дня Пятидесятницы до наших дней. И они, исторические христианские церкви, сообщают необходимое освящение для верующих, которые пребывают в общении со своими служителями, законно рукоположными, как здесь подчеркивается. Очищать же должен священник, который помазан и который посвящен, чтобы священно действовать ему вместо отца своего. То есть он замещает того духовного наставника, который сейчас является для него отцом духовным. А вот в одни Ветхого Завета реальный плотской сын священника он замещал своего отца после его отхода от священческого служения. Но сейчас у нас священство не по чину Левия, а по чину Мельхаседека. Поэтому мы не придерживаемся того, что обязательно из священческого рода. И смотрите, что пишет Марк Подвижник. Суббота-суббот есть душевный покой, разумной души, которая, отвлекая ум даже от всех божественных словес, сокровенно заключенных в существах сотворенных, в восторге любви всецело облекала его в единого Бога и таинственным богословием соделала ум совершенно недвижимым от Бога. Здесь Марк Подвижник, он обращает внимание на то, что погружение через покаяние в божество может обеспечить человеку такое состояние некой неподвижности, когда ум его уже не носится даже по строчкам Писания, как он здесь пишет, а когда само общение с Богом в святых дарах, в таинствах приносит такое мощное вдохновение, с чем ничего нельзя сравнить. Как апостол Павел говорил, не видел того глаз, не слышал от того уха, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Господь о любящем его, но нам он это открывает Духом Святым, а так как Духом Святым совершается таинство, вот через них мы обретаем такую неподвижность благодати, когда человек, вкусив вечной жизни, а ведь как нас причают в оставлении грехов и в жизнь вечную, он уже застывает, даже уже никакие слова не льются из его уст, какое-то такое созерцание божества, потрясение, абсолютное ангельское молчание, конечно, такое состояние не может долго длиться, но это восторг и радость, то, что совершенно необходимо. Итак, речь идет не просто о субботе, что такое ветхозаветная суббота, это когда шесть дней работали и делали обычные дела свои и только один день посвящали Богу. Суббота, суббот, это субботство, это непрерывное пребывание в покое. Вот пример. Вторая книга Парли Пименон, 36 глава, 21 стих. «Доколи во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих» Что значит «земля не отпраздновала суббот своих»? По закону Божию землю можно обрабатывать шесть лет, в седьмой год она отдыхает и обрабатывает другой участок. А люди не давали земле отдыхать. И вот когда было пленение евреев, землю никто не обрабатывал, она отдыхала. И вот здесь сказано «во все дни запустения, когда некому было ее обрабатывать, она, то есть земля, субботствовала до исполнения семидесяти лет, семидесяти лет вавилонского плена». То есть субботство или суббота-суббот это непрерывное состояние в покое. И смотрите, что пишет апостол Павел, это посланник евреям 4.9 «Посему для народа Божия еще остается субботство». То есть непрерывное пребывание во Христе и в понедельник, и во вторник, и в среду, и в четверг, и в пятницу, и в субботу, и, конечно, в Господь день воскресенья. Блаженный Феофилак так и пишет, не сказал покой, но субботство, употребивший собственно такое название, которое и радовало их слушателей, и было вполне понятным для них. Так он называет Царство Небесное. А Царство Небесное для верующих начинается где? На земле. А Царствие Божие на земле это что? Это Церковь. Поэтому, когда Господь является в этот мир, чтобы создать свою Церковь, Иоанн Креститель проповедует, приблизилось Царство Небесное, а когда в день Пятидесятницы Дух Святой сошел на апостолов, состоялось Царствие Божие яко на небеси и на земле. Блаженный Феофилакт пишет, ибо как в субботу закон повелевал воздерживаться от всех плотских произвольных дел и священникам совершать одни только дела служения Богу и дела душеполезные, так и тогда все будет духовным и божественным, ничего плотского, ничего тягостного, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания. То есть он уже говорит о вечной жизни, где будет непрерывное субботство, послушай, что и сам он говорит, то есть Павел, посему для народа Божия еще остается субботство. Но мы входим в этот вечный покой во Христе и со Христом, еще живя на земле. И в этом смысле свой ад или свой рай человек созидает уже в этой земной жизни. И далее мы читаем 33-й и 34-й стих. И очистит святое святых из кинью собрания, и жертвенник очистит, и священников, и весь народ общества очистит, и добудет сие для вас вечным постановлением очищать сынов Израилевых от всех грехов их. Однажды в году, то есть когда судный день, Иоанн Кипру, и сделал он так, как повелел Господь Моисею. То есть Аарон поступил так, как Господь сказал Моисею, а Моисей передал Аарону и другим священникам. Феодолит Кирский пишет, потом присоокупляет единую в лето да сотворится якоже заповеда Господь Моисею. И сие прообразует домостроительство по плоти Спасителя нашего, ибо как архиерей единую в лето входя во святая святых совершал сие священнослужение, так по слову божественного апостола Владыка Христос единожды претерпев спасительное страдание вошел на небо вечное искупление обритый. То есть для нас. И здесь мы видим другую грань этого текста его христоцентричность. Христос не нуждался в том, чтобы очищать самого себя в отличие от предсказательных священников, которые с этого все и начинали. Сначала себя очищали, народ. И он входит во святая святых небесного царствия Бога Отца не с кровью там тельцов, козлов, агнцев, быков и баранов, со своей собственной кровью он входит. Когда он возносится от земли на небо в этом жертвенном теле с сохранением ран и язв и восседает одесное Бога Отца. Как и сказано у апостола Павла, един ходатай, един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус. То есть, после того, как он воссел одесное Бога Отца, как я часто объясняю, Бог Отец смотрит на весь род человеческий через раны своего Сына и видит нас не просто прощенными, не просто помилованными, но даже оправданными. Как и сказано в Писании, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха и делает человека не просто невиновным, оправдание этой юридической категории, которая объявляет, что человек никогда не был виновен. Вот такое очищение мы переживаем во Христе и со Христом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok